Интересно получается. Европа сегодня как бы развивается, но чуть ли не библейски. Ну смотрите, что делается. Когда она станет царствие небесное на земле, писано было. А когда исчезнет разница между мужчиной и женщиной. Может быть мы уже этот пример видели на сегодняшнем Евровидении 2014 года. В качестве певицы или певца оно, Кончита, из Австрии, по-моему так. Может быть действительно это нормальное и правильное направление, что Европа нам внедряет, пытается всем внедрять на земле свое мировидение в области половых пристрастий, сексуального развития. И все это начинается с крохотных детей до самого пожилого возраста. В общем-то, плохого я здесь ничего не увидел, конечно же. Я считаю, вообще-то, конечно, должно все быть разрешено. Абсолютно все в области сексуального, так сказать, мировоззрения человека и человечества. Главное, чтобы там не было насилия и не было, как сказать, и не было навязывания. Вот так вот. То есть не было насилия, навязывания и, понятное дело, что навязывание, любое навязывание предусматривает это рекламу. Да, чтобы вот этого не было. Не было реклам и не было заставления, чтобы вот заставляли кого-то вот именно делать так, вот как хочет там закон какой-то там и еще что-то. То есть все должно быть разрешено, это мое личное мнение, но без насилия и навязывания. Ну, давайте смотреть. Значит, получается, сегодняшняя Европа практически, ну, если не насилует, хотя косвенно, можно сказать, уже насилует многие умы современников, то навязывает с утра и до вечера, уже практически в открытую навязывает свои мировоззрения на сексуальность человека и человечества. Я, в принципе, не против, еще раз подчеркиваю, не против самой сути. Все должно быть. Но вот навязывание... Нет. Вы знаете, русский физиолог Сичинов еще в конце XIX века проводил опыты с дождевыми червями. Он пропускал червей по Т-образному коридору, они ползли, и, предположим, он прикармливал их только справа. И они со временем научивались лазить только направо по Т-образному коридору и кушали. После этого он их брал, резал на части и вскармливал другим червям, собратьям, так сказать. И те научивались лазить по Т-образному коридору быстрее. Почему? Ну, потому что Сичинов доказал, существует генная память. И не только генная, но и энергетически генная, я бы сказал. Вот смотрите, сегодня современные собаки, скажем, я не столько обращал внимание на кошек, но на собак точно. Они переходят улицу практически все собаки, за редкими исключениями, именно на пешеходном переходе, да еще и не просто так, а чтобы и машин-то не было, или с людьми, когда люди переходят. Вот удивительная штука. Откуда взялось это? Ведь их же никто не дрессировал, не обучал. И если перешло бы это именно только на генном уровне, как нам предположительно доказывал еще в конце 19 века Сичинов с дождевыми червями, то тогда бы собаки это вот когда-то там, может быть, еще бы научились этому, когда их давили бы миллионами и одну сотню лет или тысячу, тогда бы, может, гены там у них изменились, да? А тут вот так быстро произошло. А я вам скажу почему. Потому что все хорошие ученые, и Сичинов, и многие другие, я обожаю науку, я люблю ее. Она справедлива, она нужна на Земле и очень важна. Но проблема в том, что сегодняшняя наука совершенно пока еще не дошла до понятия энергетическое состояние человека, энергетическое состояние развития сущности, животного, растения и так далее и тому подобное. Так вот, когда собаку давят на дороги, извиняюсь за такой поганый пример, ну, к сожалению, такие вещи происходят в нашей повседневности, давят колесами автомобиля, то свою вот эту смерть, она производит выброс энергетической всем собакам, всем своим сородочам, с которыми она незримо связана, это еще докажет наука. Подождите, откроется все это. Так вот, она всем в гены уже внедряет на энергетическом уровне, на любом расстоянии, что надо переходить не вот так улицу, а в положенных местах, что вот что-то не так сделано. То есть, стоп, да, внимание, так нельзя. И вот гены это осваивают на энергетическом уровне, собачьи гены, и на любом расстоянии, понимаете? Только так можно объяснить сегодняшнюю дрессировку тех же собак, переходящих на пешеходных переходах, автомагистрали, улицы и так далее и тому подобное. Почему я вот об этом именно так заговорил? Вначале вроде бы как о Европе, которая библейски чуть ли не правильно развивается, а потом о Сеченеве, о собаках, переходящих улиц на пешеходных переходах. А вы знаете почему? А потому что, в общем-то, плохого в европейском развитии, в области сексуального мировоззрения, нового, ничего нет. Ничего плохого там нет. Потому что гены человека, чем больше ощущений, прикосновений и всевозможья впитают и передадут новым поколением себя в таком вот воспитанном уже виде, в новом, совершенном, тем лучше завтрашние люди, рождающиеся на Земле, новые поколения, будут выглядеть в отношениях друг с другом. А мы знаем с вами, что сексуальные отношения это основа основ. Вообще-то даже наукой человек занимается, чтобы как-то понравиться противоположному полу. И даже к Богу человек идет для того, чтобы его поколения существовали, жили, развивались. То есть, как ни крути, сексуальная основа есть во всем. Человек пишет стихотворение, все равно у него работает вот эта вот основа, эта вот суть, эта тяга, это половое состояние, эта сексуальность, она обязательно есть в каждом, в каждой устремленности любого человека на земле. И если хорошенько разбирать, даже любая духовность тоже основана на этом. Потому что это развитие, это возможность не стоять на месте, надо немножко шире смотреть на сексуальность, на половые принадлежности, сопоставления там и так далее. Так вот, ничего плохого-то в этом нет, что Европа так вот себя решила по генам развивать в передовом смысле слова. Я бы сказал, даже почти библейский. И это хорошо, что разные прикосновения, кто-то так хочет сексом заниматься, кто-то так, кто-то этак и так далее, и тому подобное. Да ради бога, я еще раз подчеркиваю, нужно разрешить все, чтобы наши гены впитали и передали следующим поколениям новые возможности. Но главное не навязывать, и чтобы не было насилия. И вот, что важно еще. Что получается, когда вот такие вот люди начнут появляться на земле с новыми уже пучками ген, они смогут и совокупляться, и соотноситься друг к другу, и общаться уже на другом уровне. Понимаете? Даже сексуальность прикосновения будет человек испытывать не только в области пениса и влагалища, извините за грубое сравнение, и губ наших там, или еще чего-то, но он будет испытывать еще и прикосновения всех, всей гаммы чувств своих. И вообще все тело будет ощущать как и внутри, так и снаружи. Вот к чему стремятся в развитии своем сегодняшние гены человека, человечества в областях сексуальной. И не только сексуальной, вообще в любых областях развития. Так вот, значит, что мы должны отсюда вынести? Возьмите, допустим, нашу страну, Россию. Права она или не права, отрицая все европейское и говоря, что Европа выродится. Я не думаю, что Европа выродится. Опять же, это не потому, что я диссидент или там как-то ненавижу Россию, ни в коем разе. Я россиянин. И этим все сказано. Дело в том, что Россия тоже получается не права. А не права она почему? Потому что нельзя останавливать развитие генной индустрии, которая заложена в самой природе, в сути развития природной. Нельзя это останавливать. Но, еще раз подчеркиваю, должно быть разрешено все, и даже в России в сексуальном смысле слова все разрешено, ничего не запрещено, совершенно. От мала до велика, как говорится. И не потому, что я на стороне какого-то там извращенца. Нет. Еще раз подчеркиваю, я на стороне завтрашнего дня. Завтрашнего дня цивилизации, которая будет суперцивилизация. И она будет такой все равно. Хотите бы того или нет. И как бы вы это ни запрещали, все равно это прорвется. И еще раз подчеркиваю, существует еще энергетическая передача генов. И завтрашнее поколение, которое вырастет в той же России, все равно придет к власти и разрешит это все. Потому что им от европейских ген переедет в теоретическом уровне все эти совершенства перейдут, перейдет вот эта вот возможность видеть мир иначе в сексуальном смысле слова. Все равно придется разрешить. Только еще раз подчеркиваю, это должно быть плавно. Не навязывать, не рекламировать ни в коем случае. Чтобы вот я вышел со своим ребенком и двое дядей не целовались в его присутствии. Не надо этого делать. Как, впрочем, и дядя с тетей тоже. Это тоже навязывание, понимаете? Должна быть культура и полиция нравов. Очень глубинная полиция нравов при таком вот раскладе вещей, когда все разрешено. Чтобы никто никому ни в коем разе ничего не навязывал. Ни традиционный, ни извращенный, как говорят сегодня о других возможностях половых сношений и отношений и так далее. Вот это главное, чтобы каждый делал выбор свой. Чтобы учебники были, даже по анонизму учебники, да ради бога. Но чтобы эти учебники не навязывались, а были в библиотеках, ради бога. И человек, который желает это в совершенстве знать, открыл учебник и получился. Это его проблема. Это нормальное явление. Кто кому что должен запрещать. Хочешь, ты живи с собакой, хочешь с кошкой, да ради бога. Главное, чтобы ты это не навязывал и не насилие. Не было насилия, понимаете, не насиловал никого и ничего. Вот это важно. Еще раз подчеркиваю, остановить процесс развития нашей цивилизации невозможно. Еще раз говорю, что те европейские сегодня почины, они хороши, но они навязывают, они рекламируют себя и они где-то уже даже насилуют наши чувства. Понимаете? То есть вот они тоже не правы. Получается и Европа не права, и Россия также в не меньшей степени не права по отношению к общему развитию нашей цивилизации. Вот я советую задуматься над этим. Все равно все придут к тому, что все будет разрешено, но без навязывания рекламы и насилия. Я сторонник именно вот этого развития нашей супер цивилизации, а она уже не за горами. Индиго, вы уже видите, начали рождаться и вы сами удивляетесь их возможностям. Завтра же возможности нашего тела еще больше, еще круче поднимутся в новых поколениях. И что мы должны сдерживать? Да ничего не должны сдерживать. Главное, еще раз подчеркиваю, вы уже поняли меня. без насилия рекламы и навязывания естественно. Ну что ж, думаю, что все меня поняли правильно, я не на чьей стороне, я высказал свою человеческую, писательскую, магическую, какую хотите, точку зрения. Мира и добра вам.